всем привет друзья вы на канале салют play а мы продолжаем играть нашу любимую фазма хобби и чё-то нам дико захотелось на большой лагерь который называется мэй под лодж кэмп сайт собственно мы сюда приехали хорошо что нет дождя хорошо что нет снега сверху стрекой стрекочут сверху стрекочут и эти всякие вот эти и поехали мне что пролагивала сфотать призрака рассудок ниже 25 спугнуть благофония на кошмаре мы сегодня играем а почему бы нет а я возьму туда термометр м пешку и фотик эта локация всегда меня пугала и других людей тоже пугает во первых она лагает во вторых кстати вспоминаем на кошмаре есть проклятый это не зеркало ну и пойдем пожажди я слышала что-то что-то явно я слышала здравствуйте михаил так а вот это упа 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 взаимодействие ой отпечатков нет ну это была красная палатка а вот здесь две палатки свободны окей продолжаем смотреть проклятые предметы здесь что этого генератора нет офигеть это ответ на радио круг подозреваемых судился причем резко подожди это ответ на радио или это просто взаимодействие с радио я перепутала сань а все-таки улика знаешь я подумал я короче подумала что в палатке стоит радиоприемник с которым призраком призрак может взаимодействовать я подумала что да что с тобой успокойся я подумал что это радиоприемник он включил а я думаю что это улика то есть ответ на радио понял ну а я думала вдруг там приемник стоит это я фигней страдаю ладно я сбегаю куда-нибудь круг то в доме офигенный рассвет мне вообще прикалывает что тоже вот в техас корезни бензопилой они сделали разные эти времена суток на локациях это же вообще круто и фазме тоже вообще мечтаю чтобы они фазмофобии маяк сделали сколько разговоров сообществе фазм про этот маяк ну конечно это только мечты мечтать то не вредно домик мой любимый круга нет что такое а где еще шкатулка обитает кто знает где шкатулка обитает давайте слишком шумный кстати еще хочу рассказать то что мне очень понравились новые звуки фазме вот у этих радиоприемников настольных вообще круто вот это давно был пора было поменять что-то я не то что я не того не понимаю где чё круга призыва здесь нет погоди шкатулка она же снаружи где-то вот здесь например по моему бывает нету здесь тоже ничего нет сань генератор то на доме а знаешь куда еще не ходила здесь нифига нет здесь же доска уиджи бывает вот только что там была там ничего нет смотри давай чекать 49 что касается призрачного пока не а улика ультрафиолет нету 54 пока что минусовая не появляется но возможно ей требуется какое-то дополнительное время я не знаю крестик горит так ну ладно пока не знаю что сказать пока что у нас смотри дух полтор мара йокой мороди аген анрио ой а на никто не проверяют сидят такие что-то там разглагольствуют ищут проклятые предметы на миража есть смысл конечно есть значит мы берем канделяпру зажигалку и соль погнали на тебе вот дуй вот сюда ходи сюда ходи не мираж а на чем срабатывает мне кажется срабатывает на этой версии или как а погоди чё эту плюта смотри если у нас нет следов ног хотя он мог стать только одной ножкой то есть улика ультрафиолет же как смотрится смотришь следы ног равняется следы рук а что мне как это понимать так ну давай накидывает сковородку фасоль по моему это проект да а может быть это был будут пар минусовой давай чекать 3 градуса но как думаете уже была бы минусовая я не знаю была бы она или нет но опять же на анрио смотри вот это вот свеча представим ее радиус действия и этот радиус действия явно охватывает и этот крест но этот крест сгорел подозрительно но скорее всего это не анрио сань ты чё реально думаешь что призрак будет ходить по потолку я не знаю но смотри как она по уши будет Опять горит Ну смотри, откидывает недалеко Да, он кидает вещи Но любой призрак кидает вещи Ну это я по поводу полтора Зачем ты дневник-то забираешь? Хорошо, я чекаю проектор Так, свеча дуется, давай спотаем Или знаешь как? Нет Я знаю этот прикол Сейчас рассудок сядет и будет атака Я уже пойду Так, я пойду, что возьму? Возьму плакофошку Потом у нас что там еще? Сфотать призрака, рассудок и благовония Рассудок, благовония Давай свечку еще одну Сфотать призрак, рассудок и благовония Блин, Саня помер Рассудок ниже 25 Испугнуть благовония Таким не диаген Рассудок упал ниже 25 Неморой Я, конечно, не любитель скорости 100% Но что он так медленно ходит? Так, в столбы не врезаемся Так, Саня отвечает, что это не фантом Не фантом Но смотри Что по улике-то непонятно А есть фотик Сфотать Замедляем И смотри Почему я включила фонарь Я все-таки пытаюсь Пробраться Вот в какую-нибудь палатку В палатку, я говорю Допустим, если у нас был проектор То это получается йокай Если у нас вообще был проектор Абсолютно верно, друзья У нас был действительно лазерный проектор И действительно это йокай И единственный не вычеркнутый вариант Который остается Вот если выбрать радиоприемник И лазерный проектор В данном случае Верно определили тип призрака Два задания сделали Из-за того, что я погибла Но, кстати Выполнила дневное и недельное задание Из-за этого я получила 700 долларов А так бы получила 100 Этот йокай не менял свою любимую комнату Сделал один гост-эвент И две атаки К сожалению, почему-то опять произошла эта фигня Когда я на кемпе подхожу к палатке То я не могу закрыть эту дверцу палатки Ну, типа молния сломалась Не могу ее закрыть Кто-то не может открыть А кто-то не может закрыть То есть я потом Я же потом ее открыла И уже когда я в нее заходила Он был критически ко мне близко Конечно, он погнулся благовониям Но был критически близко И все-таки меня поймал Но верный тип призрака Я успела выбрать Итак, продолжаем на маленьком лагере Надеюсь, успехов в этот раз будет больше Че, Сань? Минус Минус, да У нас идет снег Рассудок неже 25 Распятия сфот от призрака Так, вот это самое Которое нужно не забывать Выключать на кнопку Т Т Поехали Так-так-так Кто-то уже кость нашел А это же кошмар Мы проклятый предмет, по-моему, не видели Или мы его не искали Или мы его не искали Включаем Прогреваем И посмотрим Доска Хорошо Твоя комната Огонек Огонек? Гудбай До свидания До свидания Новые звуки у доски А где огонек? Где-то тут был Так, давай быстренько нычки Так, палатка, которая может и не закрыться, если не захочет А может и не открыться, если не захочет Все, не мешаю Я ухожу Ухожу, ухожу Так, ищем улики Вернее, пытаемся их искать 5,8 Знаешь, что мне интересно? Вот при этой погоде Снег Не рановато ли я смотрю термометр? Потому что смотри Он везде показывает 5,8 4 градуса Давай ориентироваться По огоньку Как он нашел Огонек В снегу Я офигею Саня, а где ты тут огонек нашел? Тут один снег Ты вот сюда отведи И че? Ну, он где-то здесь был То есть смотри Что мы сейчас пытаемся сделать Мы пытаемся На экранчике камеры Высмотреть Снежинку Которая летит не вниз, а вверх Грубо говоря, вот так Пока что У меня никакая снежинка не летит вверх Ты точно уверен в этом? Вот прям на 100%? Причем они еще падают Знаешь, ну то есть Снег падает как-то С меньшей скоростью Да? Этот снег падает очень быстро Не, я правда Я правда очень хочу Высмотреть призрачный Я заблудился Саня помер Че такое-то пошло? Ну, короче Она прямо здесь Ногой зашла сюда Че сказать насчет этих? Ну, блин Это не ревенант Насчет ханту Не понимаю Мне кажется, что это не Тае Ну, давай мы это еще раз послушаем Насчет радио А, вот около фонаря Она проползает Не радио Нифига У тебя быстрый гост-авент Кидает около столов Но он может же туда пройти Ну, блуждать До стола На что нужно проверить? Мара, Банши, Юрейханто, Анрио Опять этот Анрио А давай я сделаю вот так Офигеть, четыре таблетки Мне кажется, что фазм подкрутили Допустим Вот так вот Распятие То, что наступило на соль Мне как бы не холодно, не горячо Продолжаем Кто остался в живых, тот продолжает А это че? Мне кажется, это вообще было сзади меня Как он высмотрел этот огонек Я вообще не понимаю А прикинь, если это не огонек А нет, вон он, вон он, вон он Я тебе сейчас стрелочкой отмечу его Стрелочкой на экране Смотри, я тебе отмечу Это очень сложно Высмотреть огонек При такой погоде Тушил свечу И огонек летает вот здесь, над костром У меня же был крест здесь Так, книга, проектор Книга Проектор Это не та книга, которая мне нужна Улики ультрафиолет нет Шаги слышишь? Шаги есть Но при этом Нифига, МП уровень 5 Так, радио Т-э-э Б-б-б-б-б-б-радио Даже не вижу, где оно Даже вижу, где оно Ты здесь? Ты близко? Ты старый? Ты меня слышишь? Сколько тебе лет? Покажи себя, дай мне знак Дай нам знак Дай мне знак Поговори со мной Ты можешь говорить? Поговори со мной Ты ребенок? Ты старый? Сколько тебе лет? Дай мне знак Он вот здесь Дай мне знак Ты можешь показать себя? Ты можешь говорить? Поговори со мной Поговори со мной Ты здесь? Ты близко? Ты старый. Он кидает, знаешь, вот эти колечки. Вот эти самые колечки. Так, хорошечно. Теперь здесь. Ну, он как выходит, да, понятно. Я не верю, что это будет радиоприемник. Что-то он совсем на него не отвечает. Не отвечает. Так. Я вот сейчас понимаю, что экстренно думаю, какой план действий, чтобы выиграть эту катку. Все-таки, Анрё, да. Анрё существует и присутствует. Тихонько. Так. Буйствует, крест не горит. Нет, крест горит под зажженой свечой. Анрё отлетел. А Бакая, у него была бы улика ультрафиолет. Здесь, мне кажется, ее не будет, потому что ног-то нету. На Йокая надо проверить. Блин, так опасно проверять на Йокая. Мара башня. Мара башня. Давай включим свет. Вот этих, в ближайших областях. Доску можно поджечь. Вот. Вот, пожалуйста, доска горит. Так, одно благовоние есть. Что бы такого еще ему придумать? Фонарик, что ли, раскидать? Фонарик раскидаем вот так вот. А давай посмотрим, кстати говоря, нычку. Не, нифига. Нифига. Поставили бы лучше здесь эти коробки, скажи. Так, на Йокая проверить. Можем врубить здесь свет. Начнет атаку стоять вот так вот. И его звать. Я прям видела, как предметы летят. Башня, его, карту. Что такое? На башню возьмем направленный. Давай. Будем его направлять. Я думаю, всем понятно, что на Йокая никто не проверит сейчас. То есть, вот для чего нужно замедление призрака вторым уровнем. Закройся! Вторым уровнем благовония. Ты что, серьезно, что ли? Нафига я играю на локации палатка, если у меня дверь-то не закрывается. Дверь не закрывается. Смотри, это шутка. Это что такое вообще? Вот просто кто-нибудь мне объяснит, что это такое? Смотри, критический момент. Меня призрак идет убивать. Смотри. Вот дверь сейчас должна закрываться. Либо фазбу сломали. Вот это что я сейчас открываю? Я теперь открыть не могу. И закрыть. Вот это вообще. Понимаешь? Надо же! А снаружи мы почему-то закрываемся. Я офигею. Мара, Юкай, Банши, Юрей, Хан, Ту-Та-Е. Куда у меня упал направленный? То есть, они мне дали одну единственную нычку. И она не закрывается. То есть, по логике вещей, я в этой катке просто помру и все. Я не понимаю, как это работает. Такие вещи, ну, реально раздражают. С одной стороны смешно, а с другой стороны не очень. Давай зажгем еще раз. Не отпускает мысль, а вдруг у нас есть проектор. А я про это не знаю. Все-таки это кошмар. У нас есть еще одна улика. Что касается блокнота, нет. А, у нас же еще может быть минус. Давай проверим. Крест горит все тут же. 3,1. Ну, какой тут минус, когда костер горит? 3,0. Это не минус. Это не ультрафиолет, скорее всего. 663. Ну, 663 явно не минус. 4,9. Да нет, мне колечко не надо. Ну вот. Ну вот. Может быть, проектор? А? На Йокая, Мара, Банши. Я не думаю, что призрак переезжает. А на Банши, как тебе проверишь? А что дверь-то закрыта? Почему? Где вообще дверь? Банши. Хорошо. Хорошо. Я могу стоять, конечно, и высматривать проектор. Радио нет, книгу не пишет. Смотри, если я сейчас помираю, я больше не хожу играть на кэм. Вот если я сейчас умираю, из-за того, я тебе говорю, вот. Все прекрасно сейчас видели, что происходит. Вот я, понимаешь, честно, я хочу играть на кэмп. Я хочу играть на этой локации. Она мне нравится, она прикольная, да, у ней сложное разделение на области. Но вот это. То, что мы видели сейчас. То есть, понимаешь, нужно пойти и просто налить себе на вопосит и немножко успокоиться. Потому что это у нас райзю. А давай, знаешь, что сделаем? Давай зайдем в доказательство призрачный огонек. То есть, у нас это был райзю, которого я вычеркнула после первой атаки, потому что он проходил мимо палатки и, по моему мнению, он не ускорился. А если он и ускорился, то я этого не заметила. Но это не отменяет того факта, что палатка почему-то не работает. Райзю-то ладно, хорошо. Райзю мы бы вычислили все равно рано или поздно. Если бы у нас было адекватное место, куда прятаться. То есть, я не пойму. Напишите, кто еще в последнее время играл на кемпе, были ли такие проблемы. Потому что сейчас эта дверца палатки изнутри не закрывается вообще никак. Она снаружи закрывается, типа вроде как все нормально. Изнутри она вообще не закрывается. Я ее раз, два, три, четыре тыкаю. Ничего не получается. Так, а радио два раза менял любимую комнату. В способности использовано ноль событий, гос-эвентов три и три охоты. Я, конечно, когда буду видео монтировать, я послушаю еще раз скорость. У меня иногда бывает такое, что я по скорости могу тупить, но все равно я потом определяю. Я вообще, у меня никогда в фазме не было такого, что я там сажусь и с первого раза за три секунды определяю, что это вот такая-то скорость. Нет, это, конечно, бывает. Сегодняшняя серия называется буквально так. Когда хотел играть нормально, но у тебя не получилось, потому что ты знаешь локацию. Ты знаешь, что тебе нужно делать, ты знаешь, что тебе нужно слушать, как тебе определять призраков, но ты просто не можешь спрятаться в те места, которые у тебя есть. И это получается какая-то фигня. Мне это, если честно, совсем не порадовало, но вот так как есть. Всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. И поддержите этот ролик лайком и комментарием. Мы с вами очень скоро встретимся в новых расследованиях. Всем пока-пока. Пока-пока. Вот в моем, в этот, в большой, в большом лагере призрак потрогал вот эту красную дверь в палатку. И она где-то там заживалась, у него буквально где-то краешек остался. Она как будто текстура в текстуру ушла. Я еле ее закрыл, чтобы посмотреть отпечатки. То есть раньше-то работало как бы вообще лучше. Ну да. По крайней мере оно хотя бы как-то работало. Ну да, были вот тоже на стримах такие случаи, то что ну и вообще дверка как бы не закрылась. Но сколько я помню, это было лучше, чем то, что было сейчас. То, что было сейчас, в принципе, знаешь, оно как бы отбивает желание ходить на кэмп, пока это не починят, потому что как это так-то?